И два очка на кону. Согласно правилам, если на предыдущий вопрос не было правильного ответа ни у одной из двух команд, на следующий вопрос дается два очка, а еще за один, если такое случится, будет три очка. Итак, некоторые итальянские дети, ну, может, даже помоложе, чем те юноши и девушки, которые сидят сейчас в команде Минском, считают, что рождественские подарки им приносит Бифана, старушка, летающая на метле. Специально для нее дети оставляют угощение на камине. Если Бифане понравилось угощение, она не только оставит подарки, но и... Что же еще сделает Бифана, старушка, летающая на метле? Время! На первой секунде сейчас рискует Минск. Кто отвечает у вас? Попробует ответить Агния Сергеюк, четвертый номер. Агния, что же это за Бифана такая? Во-первых, что это такое? Еще раз, я... Ну, это... Старушка? Как мы поняли, это что-то, как эквивалент Бабы-Яги, наверное. Ну, летающая на метле, да? Летающая на метле. Да. Вот что же она сделает, если вам подарки оставить? Вот, и мы считаем, что так как она дарит подарки детям, а дети не очень любят убираться в своих комнатах, она летает на метле, у нее под рукой есть такой хороший инструмент, что она уберется. Два очка у нас было на кону, да? Вы их заработали. Заработали два очка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok